Четыре раза выполнил норматив почетного донора России. Сергей Козлов сдаёт кровь и её компоненты больше 40 лет. Сегодня в правительстве Иркутской области его наградили медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Моя мама работала главным врачом станции переливания крови во Владимире, под Москвой. И я ей пообещал, что я выполню её указ, наказ. И вот до сих пор я проживаю в Усть-Илимске. С 1975 года сдаю кровь. Постоянно. Государственные награды и награды Иркутской области вручил в Рио главы региона Игорь Кобзев. Он отмечает, все удостоенные высокого звания имеют выдающееся достижение во многих сферах жизни. В сельском хозяйстве, транспорте, культуре, спорте. И внесли значимый вклад в развитие региона, укрепление его научного потенциала. Все вы многие годы работали во благо региона, в интересах жителей области. Во многом благодаря именно вам, вашему упорному, кропотливому труду, крепнет именно Иркутск область. Закладывается фундамент для процветания будущих поколений. И ещё одно награждение состоялось сегодня. Игорь Кобзев вручает свидетельство на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий тех, кто живёт в сельской местности. Среди них учитель русского языка и литературы из села Мамона Иркутского района Ирина Скляренко. Уже начали строительство, потому что жить у родственников большой семьёй, у меня двое детей, достаточно трудно. И поэтому, полагаясь всё-таки на ожидаемую выплату, мы начали строительство за счёт кредитных средств. Сейчас у нас есть большая возможность это строительство завершить и довести всё, как говорится, до ума. Мечта о большом и уютном доме исполнилась у 14 человек. Как говорит в Рио губернатор Игорь Кобзев, у всех них благородная профессия – учителя, врачи, медсёстры, воспитатели. Такая мера поддержки в Иркутской области существует пять лет. В этом году Иркутской области на это направление в том числе выделены дополнительные средства – более 150 миллионов рублей. С учётом софинансированного из областного бюджета всего будет распределено 192 миллиона рублей, которые получат 217 семей. Впервые за всё время действия программы выплата будет произведена для жителей Слюдянского района. За пять лет на строительство и приобретение жилья сертификаты получили более тысячи семей в Иркутской области. Яна Романова, Константин Синицын. Новости сейчас.